Суета Сегодня мы решили остановиться и порассуждать на эти вопросы. Для этого мы переместимся в место с богатой историей. Именно там принял великую схему и отошел к Господу великий князь Александр Невский. Там подвязались учитель Андрея Рублева, ученики Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Это место – Городецкий Федоровский мужской монастырь. Меня попросили сказать несколько слов о моем видении жизни, мира. И я благодарен тем, кто мне это предложил. Моя жизнь так сложилась, что я всю жизнь занимался темой человека. Фактически, я никогда от этой темы далеко не уходил. Естественно, я был ребенком, подростком, молодым человеком. Я родился в Москве. Имею хорошее образование, юридическое. Я желал, чтобы моя жизнь сложилась в рамках государственной системы. Хотел быть, естественно, профессионалом. Я был патриотом. Может быть, на тот период времени, школьный период, и, конечно, после армии, я не думал, что моя жизнь сложится вот так, как она сложилась. Но, занимаясь темой человека, обращаясь к людям, читая книги о людях, конечно, и о каких-то событиях, но в этих событиях тоже участвовали люди. Я все время невольно обращался вот в то, что мы сегодня называем качество жизни. Через мою жизнь прошли миллионы людей. Но, может быть, в отличие от многих других людей, которые тоже прожили эту жизнь на Земле десятки лет, как и я, моя жизнь сложилась среди всех фактических сословий, среди всех слоев населения. Ну, я хотел бы немножко даже пояснить это. Ну, я жил недалеко от Московского государственного университета в Раменке, в Москве. Естественно, живя на этой земле, я болел. Я очень много болел. Я пришел, когда из армии, я по два-три раза в больницах лежал. И здесь мне пришлось встретиться с людьми, которые очень сильно болеют. Однажды даже я лежал в больнице московской, в которой лежала дочь Хрущева. Это еще одна тема. И, конечно, эта тема меня заставила, мотивировала меня, чтобы я размышлял о жизни. Я могу не только заболеть, но могу и умереть. И своей матери я говорил, что я не доживу даже до 25 лет. Так сильно я болел после армии. Но всегда шла тема такая, она доминирующая была для меня. Мне хотелось быть очень большим правителем. И это меня выдвинуло на другой уровень. Мне пришлось встретиться с огромным количеством людей, которых мы называем правителями. Министрами, президентами, вице-президентами, специалистами в каких-то видах деятельности и работающими в удивительных ведомствах. Любой вектор нашей деятельности. Брачно-семейная жизнь, болезни, профессиональная деятельность, патриотическая деятельность, партийная деятельность. Вопросы самые, что ни на есть, для нас, может быть, скрытые и тайные, о которых мы не скажем ни близким людям, никому. Мне пришлось ко всему прикоснуться. В своей жизни мне пришлось прикоснуться к людям, которые не хотели жить. Мне пришлось участвовать в событиях 90-х годов, когда развалился Советский Союз, когда было огромное количество трагедии. И вот первую часть своего слова я хотел бы предварить следующим. Если бы я не оказался бы в церкви, если бы моя жизнь в 28 лет кардинально, я бы даже сказал фундаментально, не изменилась именно в сторону Бога, то я сегодня не могу сказать, дожил бы я до сегодняшнего времени или нет. Кем бы я сегодня был, в каком бы я качестве сегодня находился, в каком состоянии было мое здоровье. Поэтому, прикасаясь ко всему, то, что есть в жизни каждого из вас, я могу сказать, что я никогда не уклонился ни от чего. Я встречался с людьми, которые были в совершенно беспомощном состоянии, например, в реанимации. Я был с людьми, у которых уже жизни могла настроиться 7-8 судимости, особо опасные преступники. Я был в воинских частях, где у людей были очень большие трудности и сложности на национальной почве, конфликты. Поэтому, общаясь с огромным количеством людей не только в России, но и за границей, передо мной был, как всегда, как будто весь мир. Если к этому прибавить, что кроме книг в своей жизни я больше ничего не покупал, и меня больше ничего не интересовало, меня не интересует никакая собственность, меня не интересуют никакие другие интересы, кроме того, о чем я сейчас говорю с вами. Только человек. И когда я задаю тысячам тысяч людей в разных аудиториях, я задаю всегда людям несколько вопросов, о которых я даже никогда не догадывался ни в молодости, ни в зрелом возрасте. Я задаю простые вопросы. В чем цель и смысл земной жизни? Фактически ни один человек на этот вопрос мне ответить не может. Эти вопросы, наверное, какого-то наивного детского характера. А чтобы сказать, в чем цель и смысл земной жизни, чтобы ответить на это основательно и фундаментально, никто на это не может ответить. Естественно, если я болел, и сегодня я еще жив, как говорится, тех болезней, которые я имел, я читал очень много книг по здоровью, как это иметь здоровье. Я встречался с людьми, которые эти книги писали и пишут. Я должен вам сказать, что тема здоровья, она совершенно непонятна для нас сегодня. Будем мы сегодня здоровье или нет? Конечно, не будем. Если мы будем употреблять те продукты, которые мы покупаем в магазинах, да мы никогда здоровыми не будем. Если мы будем смотреть ту информацию, которую она показывает через средства массовой информации, мы здоровыми никогда не будем. И любая тема, которая есть сегодня на планете Земля, любая тема, которая когда-либо была в любом обществе, начиная от Египта и кончая сегодняшнее время, она вся связана с вопросами. И на сегодняшний день на эти вопросы нам не могут ответить ни ученые, ни лауреаты Нобелевской премии, с которыми я общался, и лекции, которых я слушал, и книги, которых я имею. И сегодня мне вам хочется об этом сказать, что если бы я не пришел в Церковь Божию, если бы я не пришел именно в христианство, не пришел в православие, и именно в православие, потому что мне пришлось общаться со всеми представителями всех религий, верований, сект. Мне очень много пришлось встречаться с сектантами из Америки. Я не видел у них четких ответов, но придя в 28 лет в Церковь нашу, работая на огромной, большой, значимой государственной работе, будучи профессионалом в этой работе, я вдруг получил быстро ответы на те вопросы, которые мучили меня всю жизнь. Сегодня я, конечно, задаю вопрос всем нам. Мы же в первом классе или в начальной школе, мы же не думали, что мы станем преступниками. Мы не думали, например, что наша жизнь не сложится в брачном плане. Мы же не думали, что мы станем предателями, что мы станем алкоголиками, что мы станем наркоманами. Мы же об этом не думаем. Мы думали, что наша жизнь сложится лучше, чем у родителей. Вот это очень важный момент. Но чем дальше мы живем, тем мы чувствуем больше и больше, что нет, в этой жизни не так все просто. Я сегодня пришел к выводу, фундаментальному выводу, что мы наживем на планете, которая кем-то устроена. Сегодня уже с этим соглашаются лауреаты Нобелевской премии и вообще все умное человечество. Умный человек не может не заметить, что этим миром кто-то управляет, что этот мир кто-то сотворил. Что в этом мире все связи так отлажены, так удивительно все устроено. И наши 100 миллиардов клеток, в котором в каждом человеке, они так работают синхронно. Они делают каждая клетка свое дело. И когда одна клетка вдруг сбивается с этого алгоритма, то организм приходит в расстройство. Я узнал самое главное. Качество человека определяет три начала. Мораль, нравственность и духовность. Мы иногда не придаем значения мелочам. Но даже крыло мухи и то имеет вес. И вот эти мелочи, они тем важны, что их очень много. А мы обращаем внимание на большие объекты. И вот сегодня, чтобы нам настроиться в этой жизни, мы учимся, как нам есть, что есть, во что одеться, обуться. Но за всем за этим еще есть одна тайна. Все люди, которые когда-либо жили на земле, я узнал об этом, что они никто не умер. Все живы. Я осознанно беседую с людьми в самых разных местах, на разных территориях, в разных аудиториях. Где бы мне не приходилось быть, я всегда спрашиваю, а скажите, ваши родные живы или нет? Ага, они умерли. Они ушли из жизни. Скажите, они к вам приходили? Я ни одного человека в своей жизни не встретил, кто бы ни сказал, что после кончины его родных, родителей, учителей, знакомых, соседей, чтобы эти люди не явились и мне рассказали, где они, что они делают. Меня просто потрясают слова Христа. Иисус Христос, Бога-человек, который пришел на землю, чтобы дать нам новую программу, которая называется «Новый завет между Богом и человечеством». Он от имени Пресвятой Троицы говорит удивительные слова, которые меня просто потрясают. Не потрясли когда-то. Я все время к ним обращаюсь. И вот Христос от имени Пресвятой Троицы говорит «Без меня творить ничего не можете». Удивительно. Вот я знаю точно тайну такую. Вот без Бога ни до порога не получается ничего. Ни брачная жизнь, ни здоровье, хотя мы имеем деньги. Нет счастья, хотя мы имеем хорошую профессиональную должность. Не получается. Вот это очень важный момент. Вторая тайна. Ну куда ты не денешься? Что посеешь, то и пожнешь. И каждый человек, который может быть сегодня еще не на скамье подсудимым, который может быть сегодня еще даже здоровнее и болен, завтра за свои ненормальные действия, которые расходятся с целью воли и программой Бога, этот человек может вдруг оказаться совершенно в другом качестве. Он даже об этом не думает и не представляет. Я снова возвращаюсь к тому, с чем я начал говорить с вами. За эти 28 лет своей жизни, с 90 по сегодняшний день, пока я священником стал, епископом, монахом, я общался с миллионами людей. Но я не просто с ними общался. Я у этих людей никогда ничего не просил. Я все время с ними беседовал, с этими людьми. Кто их родители? Из какого они рода? Как они живут? Как сложилась жизнь родителей, родственников? Мы несчастные люди. Наш народ самый несчастный на земле. Мы не знаем свою родословную дальше третьего, четвертого, пятого поколения. И когда я бываю за границей, я всегда спрашиваю, сколько поколений вы знаете? Вот четыре раза в Сербии в прошлом году был. Там знают свою родословную до 15-20 поколений. Я бы тоже хотел знать свою родословную. Россия, если не будет жить с Богом, если мы не будем жить по закону Бога, если мы не будем жить по заповедям Бога, если не будем жить в таинствах Бога, мы никогда не сможем через химические таблетки приобрести здоровье. Через химические операции и хирургические операции мы не будем здоровыми. Но мы не будем иметь крепкие браки, а самая большая в жизни человека трагедия, когда у него не складывается брачная жизнь. А я вам задаю простой вопрос. А кто нас сегодня готовит к брачной жизни? Вот без веры ничего не получается. Если мы вступаем в брак и не верим заранее, ну какой это будет брак? Если мы едим пищу и не верим в то, что от этой пищи будет нам польза, ну о какой пище речь идет? Если мы поступаем сегодня в институт и не знаем, чем мы будем заниматься после института, ну о какой вере может речь идти? Поэтому на сегодняшний день нам нужна вера непогребилая. Вот это очень важно, вера. Все, что мы делаем в жизни, мы все время делаем, потому что мы верим в это. Иногда мы вынуждены что-то делать, но больше всего мы все-таки верим в это. Другой вопрос, что у нас что-то не получается. Но вера, как фундамент, первичное начало всех начало. Второе, что я пришел к выводу слова Христа «покайтесь». Слово «покаяние» означает корень «каин». Почему-то в слове «покаяние» «каин» Христос не говорит «идите, поисповедуйтесь». Он говорит «покайтесь». То есть мы должны от чего-то освободиться. То, что мы приобрели честь, мысли, желания, слова и поступки. Что-то мы в себя внесли то, что нам не нужно, то, что нам вредно, а может быть разрушительно. И вот покаяние означает, нужно что-то назвать на исповеди и больше это никогда не совершать. Нам нужно дать обет какой-то Богу, обещание Богу, что мы больше этого никогда не будем делать. Попробуйте, не делайте этого. И вы почувствуете, какие-то силы вам мешают исполнить то, что вы обещали. Огромное количество людей сегодня говорят «я больше осуждать не буду». Исповедуются в этом, но выходят из храма и тут же осуждают. Это как проказа уже, как ржавчина в каждом из нас. Мы поели друг друга сегодня через эти осуждения. Следующий момент как раз и есть осуждение. Нам нужно перестать сегодня воевать друг с другом. Сегодня распадаются даже брачные узы, сегодня распадаются родственные узы. Сегодня родственники стали очень плохо общаться друг с другом. Сегодня нам нужно прекратить войну друг с другом. Мы осуждаем правителей, правители осуждают народ, что народ якобы что-то не понимает. И вот все мы воюем друг с другом, ученики с учителями, учителя с учениками и родителями. Врачи тоже говорят пациентам, что они ничего не понимают, как нужно правильно жить, а сами болеют. Поэтому вот эта война наша в России сегодня, внутренняя война. Поэтому я хотел бы напомнить слова Христа, не судить. Мы должны помогать друг другу. Мы живем на одной территории, говорим на одном языке и живем в одной культуре. Следующий момент. Нам нужно терпение. У нас не хватает терпения. Труда уже в школе нет. Скоро, наверное, отменят еще и физкультуру, а вдруг ребеночек подвернет ногу. Поэтому не хватает терпения, когда люди до революции рождались в сельской местности, например. То ребенок уже с самого рождения начинал включаться в ту программу, которой жили все поколения до него и его родителей. На сегодняшний день дети не имеют терпения. Их не учат терпению, в них не поставили терпение. Вот есть понятие поставить голос, поставить пальцы на музыкальном инструменте, поставить слух. Нужно поставить сегодня терпение. Если бы сегодня на земле работала программа Бога, программа любви, любовь это не та, которую нам показывают сегодня в кинофильмах, в театрах, то что пишут в литературных произведениях. Нет, совсем не та любовь. Это любовь телесная. Даже скажем сегодня больше, это любовь половая. Это совсем не та любовь. Любовь Бога это служение одного человека другому. Если я люблю другого человека, я никогда не возьму у него ничего. Если я люблю свою жену, я никогда ей не изменю. Вот в чем вопрос. Если я люблю мать нашу родину, Россию, нашу мать Россию, я никогда не стану предателем. Поэтому речь идет о другой любви. Любовь к Богу, любовь к тому, с кем мы живем. Даже любовь к природной среде. Человек должен много размышлять о тех плодах, которые он может принести через свои мысли, через свое слово, которое он скажет. Смотрите, Христос говорит, словом осудишься, словом оправдаешься. Поэтому мы совершаем сегодня огромное количество поступков, которые расходятся с темой любви. Любовь, когда человек один положил душу свою за другого человека. А что такое душа? Душа это жизнь, переводится. Когда душа выходит из человека, как я уже сказал, все, что есть в человеке, клетки его, глаза, уши, сердце, все останавливается. Все прекращает свое существование. Но мы спросим себя, а кто когда нам говорил о душе? Что мы вообще о душе знаем? Где нам об этом преподавали в профессиональном образовании или в школе? Поэтому на сегодняшний день я сказал бы вам, что если бы сейчас любовь действовала на планете Земля, не нужны были бы замки, не нужны были бы тюрьмы, колонии, суды, если бы действовала настоящая любовь. Если бы нас учили жить в любви, если бы в учебных заведениях нам вообще сказали бы, что кто сотворил этот мир, откуда взялась здесь живая клетка? Как мог появиться человек, разумный человек, премудрый человек? Поэтому у нас сегодня огромное количество вопросов. Но как я вам уже говорил, я сегодня вполне все получил, все ответы на те вопросы, которые я задавал Господу, я получил в церкви его. Я получил их через святых людей, через огромное количество мудрейших вужей, которые были правителями других народов и которые оставили после себя вот эту мудрость, накопленную ими в земной жизни. Я сегодня счастлив, что нам выпало большое счастье и возможность побеседовать и посмотреть в глаза друг другу. Я желал бы, чтобы вы когда-нибудь приехали к нам в гости, в городец, где я, москвич, нашел себе утешение в Федоровском мужском монастыре. Когда вы приедете, мы с вами обязательно встретимся, и мы можем продолжить наш диалог, мы можем продолжить наши отношения, может быть, не только во встрече какой-то одной. К нам приезжает сегодня огромное количество людей из-за границы, из России, из разных городов, поселков России, люди самые различные, дети, подростки, молодежь. Мы проводим сегодня 65 программ для нашего населения, 22 программы только для молодежи. Поэтому сегодня мы занимаемся всеми вопросами. У нас сегодня замечательные монахи, которые имеют по 2-3-4 образования выше. Замечательные ребята, которые точно так же, как и многие из вас, только недавно пришли в церковь, несколько лет назад. Но сегодня эти ребята, они хотят только служить вам, людям, у которых есть проблемы и есть вопросы. Поэтому я желаю вас увидеть здесь, побеседовать нам вместе. Ну и вообще, мне кажется, у нас очень много есть тем, на которые не смогут ответить нам люди, которые не знают Бога. Спаси вас, Господь! Желаю вам, вашим близким, всего самого наилучшего! Спаси, Господь! Спаси, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok